Девушки отдыхают Традиционный способ ловли карася народа Саха, улахан-мунха, подлёдное неводение. Зимний день недолгий, поэтому надо просыпаться рано, затемно. Следует хорошо позавтракать, одеться надо тепло, но одежда должна быть лёгкой, чтобы не запариться от довольно-таки тяжёлой работы. Приготовиться, перебрать невод, собрать снасти и инструменты. Девушки отдыхают Люди селятся у воды, будь то река или озеро. Любая речка или озерцо у якутов имеют своё имя, название. А большие водоёмы они называют уважительно и ласково, не иначе как Эбэ, то есть бабушка. Например, Элюэнэбэкэм, Лена бабушка. А если Саха выходит на озеро или реку рыбачить, то он вовсе не должен упоминать имя водоёма в Суе, только Эбэ. А когда наступает пора Улахан-Мунха, большого невода на Собо, якутского карася, то перед началом совершается обряд жертвоприношения Дельберге. Этот обряд провёл Вильям Фёдорович Яковлев, известный в республике этнограф, знаток традиций и обычаев народа Саха. С восточной стороны озера устанавливаются, втыкаются три берёзки вдоль берега и перпендикулярно к ним четыре лиственницы высотой около трёх метров, у которых нижние части очищаются от коры и ветвей. На них, на уровне роста человека, навешивается верёвка, сплетённая из гривы лошадей белого и чёрного цвета. Это и есть, собственно, Дельберге. В отличие от Салама, Дельберге посвящается духу леса Баянаю. Это верёвка с навязанными на них амулетами. Летний мех со спинки зайца для дочек Баяная, чтобы были они стройными. Рябые перья боровой дичи для сыновей его, чтобы были стремительно крылатыми, словно стрелы. Ещё привязываются разноцветные полоски тканей, высушенные ножки птиц и зайцев. Береговой кончик верёвки Дельберге опускается в Катыю, деревянную плошку с оротом. А второй конец надо окунуть в прорубь. Алгощит, проводящий обряд, трижды должен обойти вокруг саней с неводом, окуривая сам невод и участников мунхи дымом подожжённых веточек богульника и бересты. Таким образом, благословляя, освящая и очищая их. Затем разводится костёр и для ублажения духов охоты, огня и озера надо кормить их оладьями, маслом, сметаной. И ещё поджигаются пучки конского волоса белого цвета, смазанные жиром или маслом. Нежелательно присутствие на мунхе людей с плохой энергетикой, с плохими настроениями и мрачными мыслями, совершивших тяжёлые проступки. Пьяных персон тоже не должно быть. Человек, который был на похоронах, не должен ехать на охоту и рыбалку, пока не истечёт сорокадневный срок. Такого человека называют грязным. Женщины на мунху допускаются, но они ни в коем случае не должны перешагивать, переступать через рыболовные снасти, то есть неват, анни, пешню, сюр, сачок, утюмях, прогон нырила и тому подобное, как и ружьё на охоте. Над всем процессом мунхи назначается предводитель, генерал, коим стал Данил Александрович Охлопков, бригадир коневодческой фермы «Кончарий». Общая численность армии составила примерно человек пятьдесят. Такое количество людей позволило нам заводить два невода. Длина одного – двести пятьдесят метров, второго – сто двадцать метров. Запускали их в параллельном направлении, при этом малый из них шёл с небольшим опережением. Ячаяния вода в сорок миллиметров, и это даёт возможность мелкому карасю и мунду гальянам пройти сквозь ячью и избежать участи попасть к нам на сковороду. Такое щадящее рыболовство очень разумно, и этому есть основание. Через два года, дав отдохнуть озеру в один сезон, в этом же озере можно будет снова рыбачить. В Якутии карась обитает повсеместно, почти в каждом Аласном озере и заливных озёрах-старицах. Иногда случайно выходит в реки. Он является подвидом обыкновенного или золотого карася. Известный учёный, исследователь рыб Фёдор Николаевич Кириллов выделил обитающего в Якутии карася в отдельный вид – карасиус карасиус якутикус. Карась питается растительной пищей, бентасом, то есть донными отложениями, илом и планктоном. В зимний период, когда температура воды падает до 3-4 градусов Цельсия, караси сбиваются в плотные стаи, уходят в глубокие места водоёма, закапываются в вилх и впадают в отспенение. Процессы жизнедеятельности организма карася приостанавливаются и почти сходят на нет, чтобы зря не растрачивать энергию. Эта особенность, присущая только якутскому карасю, позволяет ему переживать суровые северные зимы до наступления весны. Весной, в конце мая, в начале июня, после оттаивания ледяного покрова озёра, наступает время нереста. Количество икринок у одного карася достигает до 40 тысяч штук. Естественно, что все икринки не проклёвываются, и не все личинки и мальки достигают взрослого состояния, становясь жертвами хищных рыб и рыбоядных насекомых и птиц. Бригадир командует, определяет действия тех или иных участников. Пока одни прорубают большие майны, чардат для запуска и выемки невода, другие рубят промежуточные проруби для прогона кнырила с верёвкой. Крылья невода аккуратно и не спеша опускают в майну по мере их протягивания двумя группами. Продолжение следует... После того, как мотня невода полностью погружается в майну, в прорубь засыпают снег ледяную крошку. Это действие называют зачернением проруби. При этом снег на поверхности воды способствует быстрому образованию льда, который препятствует проникновению дневного света, являющегося фактором беспокойства рыбы. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 вниманием нашу Мунху великий Тайон, ворон. Пролетев вдалеке по краю озера, он присел ненадолго на высокую сухую лиственницу и, предвидя наш неуспех, улетел в Освояси. Подумал про себя, наверное, здесь ловить нечего. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Нельзя сказать, что много, но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наблюдательные рыбаки обратили наше внимание на интересный экземпляр карася, который имел аномальные, растущие в разные стороны чешуйки. И что интересно, другая, правая сторона была нормальной. Такое явление биологи и ихтеологи называют ирошением. Причиной такого уродства могут быть различные факторы. Механические повреждения, следствие атаки хищника или попадания в сеть, заражение грибками или бактериями. Механические повреждения, следствие атаки хищника или бактерии. Рыбаки усталые и не очень довольные уловом возвращались в свое зимовье. Но наступит завтра и люди в надежде на благосклонность Баяная снова выйдут на лед попытать рыбацкого счастья. Механические повреждения, следствие атаки хищника или бактерии. Субтитры создавал DimaTorzok